приветствую вас на канале элла нитви сегодня дорогие друзья вы слышите у нас настоящий тропический дождь да 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 нашем городе семей настоящий тропический дождь и у меня отличное настроение в связи с этим я честно говоря вот такой человек странный наверное я люблю ливни я люблю метели я люблю такие катаклизмы но ураганы нет конечно и от люблю сильные дожди но все на все это я люблю наблюдать конечно из окна через окно не на улице в этой стихии находиться конечно дискомфортно а вот так смотреть в окно красиво вы слышите услышите как шумит дождь под классным дорогие друзья сегодня я хотела поговорить с вами о том что к сожалению пока в этом году еще нет выезда туристам в этих туристические страны и меня конечно он прям бомбит просто потому что я уже хотела бы и на лакой два раза обычно выезжала на лакой и куда-нибудь в этот зарубежную страну в мае не за у меня не состоялось путешествие на лакой тоже тут закрытая область на автобусах нельзя подъехать вообще-то если на автобусе только и вот короче путешествие пока нет и что вы думаете дорогие друзья что вы думаете я хочу вам рассказать о своем канале сегодня вы знаете я задумывала свой канал как канал путешествие мне вообще что я хотела получить от этого канала я во первых путешествую человек впечатлительный много видела но как-то не догадалась купить аппаратуру какую-то не знаю почему чтобы вот это все снять и поделиться со всем миром своим видением на окружающую действительность как-то мне это не дошло до меня и вот дорогие мои знаете я вот в семнадцатом году я поехала туристам в египет это первый раз я в египет поехала каир я как раз у меня сломался телефон а я как то ли экономная была у меня всегда дешевые аппаратики были я пришла магазин покупать самый дешевый вот за 18 штенге какой-то не помню уже престижу у меня там чуть ли не нас не подняли потому что мы увидели как-то женщина солидная немножко вдруг такой детский смартфон а я тоже думаю зачем мне навязываете мне путешествие какой попроще я я фотографировала фотки делала и размещала их в соцсетях ну и что вы думаете я не поверила этим предложением пошла в другой магазин там тоже история ой не берите престижа не берите ну и ладно в третий магазин пришла тоже песня но они мне предложили к 8 и вот я стала делать фотки а потом этот парень к продавец года там можно и видео неплохие делать этот телефон аналогичен по своим характеристикам видеокамера американскому этому смартфону пятая модель что ли он это айфон айфон 5 аналогичен по качеству так что вы можете видеть я думаю игру я ведет не делаю не это сама ну и все и вот мы приехали в каир я делала фотки на фоне там горы на фоне этого путешествия всю дорогу снимала все фото меня с фото ли я с фото город фото на улице и мы когда приехали первый день в каир мы нас повезли на корабль такой корабль гостиница отель и у нас там был такой ужин красивый вкусный наверное но я запомнила больше антураж я запомнила что на корабле это все это знаете как на титанике вот нет я про титаник видела фильмы вот такая роскошь красное дерево у меня масса фотографий кстати есть видео из фотографий и официант мужчина белых перчатках обслуживаем все было классно а потом наш экскурсовод местный экскурсовод пригласил нас тимура вызвали зовут и он пригласил нас кафе я вас приглашаю меня я хочу познакомить вас со своей невестой и он нам всем тарелочки пирожные презентовал на выбор выбрать можно было пирожные за его счет а напитки уже за насчет мы его сидим пирожные кушаем видим и напитки играет красивая музыка там тоже это кафе низкие столики низкие диванчики все это так шикарно все ковры иллюминации все так по восточному красота и вдруг выбегает девушка молодая женщина настоящая египтянка не такие вот как бывают девушки из снг которые танцуют танцы живота а это настоящая египтянка вот кто если был в музее там верху изображены настоящие египтянки сосудами вот точно такая же фигура как национальный музей точно такая же фигура вот какой-то девушки настоящий египтянка причем не арабка а вот именно и египтянка и она танцевала этот танец живота это очень было красиво это не было бульгарно но музыка была арабская арабская музыка она же красивая такая завораживающая и конечно она цвала под эту музыку и я попыталась сначала путать а потом два видео уже можно снять настолько мне понравилось не лает а не ну мне показалось что я снимаю а я плохо не изучила и когда мне казалось что я снимаю коса не отключала а когда мне когда я мне казалось что я отключаю я снимала и мне там на несколько минут вот эта девушка танцевала арабский танец живота и молодой человек танец юбками это тоже такое искусство много-много юбок почему я это видео есть и когда я прилетела домой после путешествия вот эти два видео думают и классные и имеющийся у меня уже youtube канал загрузила чтобы думаю не потерялись а то бывает компьютер там меняешь компьютер и в общем и все потом прошел это в мае я была я где-то в августе заглянула думаю дай-ка посмотрю что мне там на канале а я смотрю мне письма приходят какие-то письма предупреждения вам предупреждения и двойка тем не письма из youtube а потом смотрю оказывается это видео из 40 стран пришло как сказать жалоба нарушения авторских прав почему эта музыка которая была ее нельзя было использовать иногда меня спрашивают почему я музыку не потому что я уже прошла этот этап когда я пыталась музыкальные фрагменты ставишь какой-то разрешенный потом через некоторое время автор предъявляет права и нужно монетизации делиться или это будет нарушение могут видео не разрешить прокачивать и я поскольку у меня монетизации нет видео для меня дорого тем что видео ряд я снимала я удаляю звуковой ряд и что-то другую музыку или вот сейчас вот эти два видео они у меня без музыки вот эта девушка танцует без музыки снова было удаление уже третий раз и вот в общем так таким образом я начала снимать и задумывала что это будет канала путешествия но у меня нет возможности путешествовать постоянно потому что я во первых привязана к работе я работаю вообще у меня была идея такая начать зарабатывать на ю тубе и путешествовать оставить свою работу я пенсионер и работаю и оставить работу и заняться видеосъемкой монтажом и путешествиями в общем остаток жизни прожить вот так весело скажем так но к сожалению у меня не получается так вот себя разрекламировать я не знаю нравится мои вам видео или нет но вот вы видите что мне даже тысячи подписчиков еще нет хотя я уже три года на ю тубе но честно говоря я в рекламу не вложила ни копейки я решила сразу что все у меня будет честно потому что некоторые делают прокрутки чтобы фальшивые были нити подписчики как-то так умеют и когда я начинала мне были предложениями на таком плане я отказалась сразу для себя решила что ну это у меня хобби что получится то и будет вы его дорогие друзья вот так вот мой канал у меня честный канал и я снимала сначала на к 8 потом я купила другой смартфон samsung g5 кажется потом у меня оппа в прошлом году прошлый год снимала я оппа и позапрошлый а сейчас я вот с осенью снимаю уже за со стабилизацией нет чтобы сразу хороший смартфон или камеру и я вот сейчас у меня самсунг а 80 вы видите по на улице он отлично снимает еще у меня есть камера такая такая небольшая камера но честно говоря я не научилась и пользоваться на на английском языке и эта камера с ней можно нырять под воду снимать подводный мир в общем вот так я задумала что в египте или где-то я буду на снорпинговой экскурсии буду нырять и вот это все снимать не получилось но дорогие друзья вот я рассказала о своем канале о том как он начинался этот канал потом я дальше вам может быть расскажу если вам понравился рассказ пишите я продолжу рассказ не напишите не буду продолжать но я хочу сказать что вы можете посмотреть зайти в плейлисты у меня постараюсь ссылки сделать посмотреть в плейлистах именно есть о путешествиях у меня плейлисты путеше посвященные путешествиям путешествие так называется потом плейлист алла коль я лаколи много посвятила я там по моему три года ездила подряд и каждый год и все снимала и в эту копейку говорится там можно посмотреть и какая гостиница какая столовая и какие тротуары какой пляж очень все это видно перестройка там было как это все выглядит потом у меня есть египет плейлисты египет в египте вы можете посмотреть отель которым я жила это уже вторая поездка в хургаду была у меня такой отель он был прям на море в море прям нулевая нулевая линия называется он прям как-то вот в море будет можете обзор отеля первая часть 2 а потом у меня путешествие есть в луксор и его его извиняюсь город его старинные если вы учили раньше вот там четыре фильма они коротенькие тоже можете посмотреть и есть прогулка по нилу в общем это у меня посвященная египту потом у меня есть китай прошлый прошлый год это китай в китай тоже там и как мы прилетели улице какие как какой гостинице я жила тоже можете зайти и посмотреть также и также рассказываю вот но поскольку я не рекламирую свой канал у меня немного просмотров таких вот не слишком разные я люблю еще море снимать море красное море просто вот а релакс море но есть у меня конечно видео которое имеет много просмотров сами по себе это например у меня самое такое крутое видео для моего канала это называется путешествие на поезде тальга и вот на этом поезде 20 там чем-то по моему уже я не заглядывала в общем постоянно спрос имеет именно это это видео потому что я описываю пояс внутри рассказывая о нем и даже какие-то художественные приемы стараюсь применять и собственно дорогие друзья и она нравится людям я приглашаю вас заходите в плейлисты путешествия китай и египет и вам понравится надеюсь мои видео кому нравится мой голос мое повествование пожалуйста заходите там плоти есть до того что в ресторане мы увидите например в общем ну насколько вот как бы моя фантазия разыгралась настолько вот вы и окунетесь в этот мой мир мой взгляд заходите я буду очень рада и вы меня больше узнаете дорогие мои зрители я приветствую вас спасибо что вы досмотрели до конца до новых встреч до за